Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о медицине. И не просто о медицине, о которой, понятно, что говорят в эти дни очень много, о тех людях, кто совсем скоро придёт в медицину, которые уже сейчас учатся этому важному для нас делу. Ну и, помимо этого, ещё участвуют и во всероссийском проекте, который называется «Волонтёры-медики». Вот обо всём этом мы поговорим и с ребятами-волонтёрами, и, естественно, с учениками, ну и, конечно же, с их наставниками. У нас в студии директор Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа номер 2 Жанна Анисифурова и Дарья Малафейкина, волонтёр-медик, и, к тому же, студентка четвёртого курса лечебного дела. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Дарья. Ну, то есть, фактически, к вам уже можно вдвоем сразу на приём прийти, потому что четвёртый курс – это же уже всё? Ну, конечно. То есть, спасёте, если что? Финал. Да, конечно. Ну, сразу же первый вопрос всё-таки директору, как человеку, который за всё отвечает. Вот мы немножко до эфира поговорили о том, что раньше было много, да, учебных заведений. К чему вопрос? Насколько сегодня, после всего того, что случилось, а ведь фактически завершается второй год пандемии, да, насколько сейчас вы почувствовали внимание именно к вашему учебному заведению, каков был приём, и я так понимаю, что ещё и будет приём, или наоборот, стараются сейчас в медицину не идти, потому что вдруг заражусь? Ну, во-первых, приём, конечно, увеличился в связи с тем, что всё-таки профессия медицинского работника – это важная профессия. Как показала пандемия в этот период времени, все наши студенты, особенно студенты четвёртого курса, выпускники, работали, начиная с 2019 года, с марта месяца, уже работали в красной зоне ковидного госпиталя в Красково. И там было более 10 студентов, которые потом впоследствии получили грамоты от губернатора Московской области. Это было очень приятно и важно нам, как преподавателям, всё-таки они ещё были тогда студенты, хоть и выпускники, уже без пяти минут дипломированные специалисты, как они показали свою работу, были хорошие отзывы об этих студентах, и мы радовались за их успехи, и успехи наши, потому что всё-таки обучали наши преподаватели их. Мы ещё поговорим о том, насколько сейчас легко вообще поступить в медицинское учебное заведение, в данном случае колледж, потому что, наверное, всё-таки по-прежнему остаётся эта градация колледж, потом институт или академия, и вообще врач такая профессия. То есть там много интересных аспектов, но чуть позже. А сейчас я хочу подключить к разговору Дарью. Дарья, скажите, пожалуйста, вы студентка четвёртого курса. Очень простой вопрос. Вы вообще не жалеете? Может быть, мне нужно было идти в медицину? И всё-таки... Вот я по себе скажу, что раньше по телевизору, когда показывали операцию, то никогда не показывали саму операцию. То есть лампа висела, и нам как бы говорили, а там сейчас что-то режут, кромсают, заживают, спасают. Теперь показывают всё. И есть ощущение, что, конечно же, эта профессия не для слабонервных. Вы правильно выбрали профессию? Я в последнее время убеждаюсь, что всё-таки, да, это моя стезя, я в ней себя нашла, поскольку это очень важно. Не каждый человек может так самоотверженно пойти, отдавая себя людям практически на передовой. Потому что людям всегда нужна помощь, но есть те, которые не готовы на это откликнуться. Это другие профессии. Ну, хорошо, да. Но вы же понимаете, что ответственность... Есть ещё такое понятие, я сразу же в лоб врачебная ошибка. То есть ответственность за жизнь человека, за неправильный диагноз. Уж что там греха таить? Многие наши телезрители, да и все мы как-то сталкивались с чем-то подобным. То есть это не только профессия спасителя, да, в какой-то степени, вот прямо здесь и сейчас, но это ещё и профессия ответственности. Ну, разумеется, это большая, огромная ответственность, но чаще всего люди должны понимать, что врачи тоже люди, и всем свойственно ошибаться, но медики стараются это максимально не допускать, поскольку врачебная ошибка, она... Дорого стоит. Она дорого стоит, и она происходит либо из-за того, что человек недостаточно квалифицирован, либо там что-то с пациентом. Ну, бывает, что такое смазанная картина. Ну да, поэтому и существует, как я понимаю, несколько врачей, да, консилиум, которые... Конечно, для этого вы собираете консилиум. Видите, я сразу проявил, прям как на экзамене, вы уж простите. Почему? Потому что сегодня, конечно же, с одной стороны, все врачей хвалят, все их благодарят. И это действительно так, потому что любой из нас, столкнувшись с этой проблемой, и когда он понимает, что врач был вот тем самым важным золотым звеном, которое решило проблему либо твою, либо твоей семьи, либо твоих близких, либо друзей, да, это всегда, ну, как бы забываешь обо всём. Но если смотреть на проблему широко, то мы прекрасно понимаем, что обучение зависит очень много от того, что получает медик. Приду к примеру, и тут плавный переход опять к Жанне Ани Сифоровой, потому что когда-то, я помню, медицинские дипломы даже можно было купить, да? Ну, было. Сейчас не знаю, может быть, и сейчас такое может произойти. Нет, сейчас такого нет. Но всё-таки у медика это же отдельная история, это всё-таки люди, которые какие-то избранные. Вот вы когда принимаете ребят, или, например, первый, второй курс, забегая вперёд, скажу, что в второй части мы ещё с одним медиком и одновременно волонтёром поговорим. Вы как-то следите? Готов человек психологически к такой сложной работе? Ну, конечно, у нас есть правила приёма, которые каждый год обновляются. Вот в этом году у нас будет тоже большой набор, как и в предыдущем, следственское дело, лечебное дело, фармация, где у нас все студенты, кстати, волонтёры-медики по всем специальностям, поступают дети уже на протяжении нескольких лет по среднему баллу аттестата. То есть если он в школе учится и имеет аттестат с приложениями, где есть пятёрки, четвёрки, нет троек, потому что с тройками у нас дети не поступают, не проходят, да, соответственно, высокий балл... Даже если по физкультуре тройка? Даже если по физкультуре, к сожалению, но это так. И по пению, даже если тройка, у нас были такие случаи, когда вроде ни алгебра, ни русский язык, ни литература, там все хорошие оценки, были такие дети, которые, к сожалению, не проходили. То есть поэтому учиться всегда нужно хорошо, и учиться, учиться. Ну, конечно же, правило есть правило, но есть и, скажем так, то, что называется зовом сердца, зовом души, и вот то волонтёрское движение, которое, вот знаете, как интересно, а ведь оно у нас появилось задолго до пандемии, но было такое ощущение, что с какого-то момента, я имею в виду не только медицинское, в самых разных направлениях, вот вдруг всё это появилось. И как раз пик волонтёрства приходит на начало пандемии, и, возможно, именно волонтёрство во многом помогло некоторым людям просто выжить в этой сложной ситуации. И тут вопрос к Дарье. Вот вы волонтёр-медик. Это как? Вам прислали предложение? Или как это происходило? И все ли студенты волонтёры-медики? Или всё-таки это добровольное вступление? Волонтёрство – это, опять же, добровольное движение. И когда нам в колледже сказали, что требуется медицинским организациям, инвалидам первых и вторых групп помощь, естественно, мы все откликнулись добровольно, пошли помогать в медицинские организации, в помощи с документацией. После поликлиник мы заходили к бабушкам, к дедушкам, которым требовалась помощь такая, как продукты занести, сходить в аптеку, в поликлинике им выписать. Давление померить, в конце концов. Давление померить, в конце концов. Может, что-нибудь по хозяйству. И, ну, соответственно, всё это приносит огромное удовольствие от того, что ты понимаешь, что ты нужен, и ты полезен, ты можешь дать свою помощь кому-то. Ну, Дарья, это, конечно, звучит хорошо, но я же прекрасно понимаю, что все люди разные, и кто-то действительно сразу к этому отнёсся с удовольствием, а кому-то нужно было переломить себя, потому что всё-таки это такая ответственность, потому что помогать тоже нужно правильно, правда? Конечно. Вот, проводились ли с вами какие-то, ну, не знаю, там, встречи, как-то вас учили этому волонтёрству, что-то подсказывали, или просто сказали, надеваем или одеваем что-то на себя, и вперёд стучимся в первую попавшуюся дверь, помогаем. Нет, нет, нам объясняли объём работы, нам объясняли, как всё это лучше, как это всё правильно сделать для того, чтобы не допустить каких-либо оплошностей и не показаться дураком, что ты пришёл и постучал. Нет, конечно, мы разбираем заявки с сайта. То есть работа через сайт идёт, да? Конечно, там конкретная проблема описана, и по мере возможности волонтёров они берут себе заявки, те, которые они могут выполнить. А что за сайт, я вот сейчас вам адресу? Это сайт волонтёров-медиков. У нас есть региональный координатор, это Костяева Наталья Ивановна, которая как раз и направляет наших студентов в то русло, в котором им нужно работать. То есть это по всей России, да? Да, мы работаем в Люберецком районе и ближайшие районы. Я имею в виду сайт по всей России, а вы региональный представитель. Конечно, да, у нас есть представитель, где она как раз описывает проблему. Допустим, бабушке нужно лекарство. Вот сейчас мы с вами в студии, а наши студенты сегодня поехали в поликлинику как раз за лекарством, доставкой лекарства одной из жительниц города Любереца. Ну вот тут тоже вдогонку такой вопрос. Понятно, что волонтёрство – это добровольное абсолютно, да? То есть у нас идёт спор, как называть, волонтёр или доброволец. Но пока что волонтёр остаётся. Короче, может быть, уже привычное такое слово. Тем не менее, нет ли у вас ощущения, Жанна, что это такой профессией становится? Может быть, со временем волонтёры всегда останутся. Это люди, которые бесплатно, безвозмездно просто помогают. И это хорошее, кстати, для студентов, да, такое место, где можно попробовать себя, свои силы, свои ощущения. Но, возможно, и появится, что-то это подскажет для улучшения медицинского обслуживания населения. Ну, конечно, наши студенты, вот волонтёры-медики, они как раз показывают на практике свои практические знания, опыт, навыки. И мы это видим. Прекрасно идут отзывы от заведующих поликлиник, что вот приходили девочки, вот недавно хвалили наших девочек, которые были в поликлинике на ВУГах, что хорошо справлялись со своими обязанностями. Время закончилось, они сидят до пяти, до шести, пока не сделают определённую работу, документацию заполняли они, которую им дали. Понятно, что здесь они проявляют, вот говорю ещё раз, свои профессиональные качества и своё отношение к профессии. Я бы даже так сказал, свои будущие профессиональные качества. В будущие, да, да, конечно, да, да. Дарья, мы потихоньку заканчиваем первую часть. У меня к вам такой вопрос, может быть, тоже немножко сложный, потому что ведь не каждый человек может стать медиком. Вот вы почему решили пойти в это медицинское учебное заведение? Ох, я... Заставили мама с папой? Нет, мне подсказал мой хороший друг. Так. И он оказался прав, что я себя в этом найду, потому что после школы, я понимаю прекрасно всех выпускников-школьников, они выходят ошпарены и не знают, куда податься. Но главное, чтобы, ну, наверное, чтобы у них были такие хорошие друзья, которые могут подсказать, куда им лучше пойти. Потому что, как правило, да, вот очень редко кто вот сидит, например, в одиннадцатом классе или в девятом, да, и думает, так, я иду в медицинский коллег, и не всё, да, или иду ещё в какой-то... Поэтому, конечно, попробуйте почувствовать. И, кстати, многие люди приходят в профессию, действительно, даже не зная, что они потом станут, может быть, профессором или академиком. Многие, да, возможно. Вы дальше пойдёте учиться в институт? Вы же четвёртый курс уже? Да, по крайней мере, я это планирую, но поскольку я сейчас хочу выйти в более самостоятельную жизнь, я хочу сделать это чуть позже и подойти к этому более осознанно, потому что сейчас тоже сломя голову, лететь уже не вариант. Ну, всё-таки четвёртый курс, понятно, уже теперь студентка такая, тем более волонтёр-медик. И всё можно расставить, скажем так, по полочкам. Ну что, мы сейчас попрощаемся с Дарьей. Желаю вам успехов. Благодарю вас. Желаем, чтобы у вас составилась ваша, прежде всего, медицинская биография, тем более, что, конечно же, я прекрасно понимаю, вся молодёжь и студенты-медики, я имею в виду высших учебных заведений, и колледжа, они попали прямо, ну, как кур вообще, да? То есть это вот такое погружение. Наверное, кто-то не выдержит, наверное, кто-то поменяет профессию. Но мы вам желаем, чтобы вы пошли дальше. Благодарю вас. Ну, а через некоторое время мы продолжим эту программу «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, и мы продолжаем сегодня разговор с теми людьми, которые занимаются лечением, нашим лечением, и не только, скажем так, конкретным, но, если хотите, может быть, даже духовным, потому что помогают в какой-то степени с точки зрения волонтёрства. Помогают в это сложное время, во время пандемии, нам как-то всем вместе держаться. Главной цели – выздороветь, пережить и выйти на какой-то новый этап нашей жизни. Ну и помогают нам в этом, как люди опытные, а именно преподаватели Московского областного медицинского колледжа номер два, в качестве главного представителя у нас сегодня выступает директор Жанна Николаевна Анисифорова. И, как я и рассказывал вам до этого, у нас во второй части Илья Яровенко – это студент второго курса лечебного дела, также волонтёр-медик. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Ну, мы тут в перерыве выяснили, что, как минимум, ваше будущее – это скорая помощь. Правильно я понимаю? Да, конечно. Ну, вы же знаете, уже к скорой помощи отношения у людей очень такое, как, 50 на 50. То есть, во-первых, поздно приезжают, ну, сейчас вроде бы как этот вопрос решается. Во-вторых, что что-то там, ничего они не знают, я сама всё там тра-та-та, третье-десятое. Вот вы психологически всё-таки второй курс. Вы уже готовы к выбору этой профессии? Ну, вот я считаю то, что с людьми нужно общаться очень спокойно и… Ну, то есть, разговаривать. Да, разговаривать. Вот, то есть, проявлять к ним лояльность, не обязательно с ними ссориться или ругаться. Можно просто спокойно поговорить и о них всё узнать. Ну, потому что это, в общем-то, публичная профессия, да? Потому что сколько вызовов, Жанна Николаевна, бывает у скорой помощи, когда человек выходит в смену, ну, на сегодняшний день в среднем, сколько может быть? Ну, я не могу сказать, во-первых, я не сотрудник скорой помощи, я знаю, что много, потому что, кстати, наш колледж находится рядом от скорой помощи, мы всегда слышим, что там машина на выезд, бригада такая-то, и это очень часто. Я думаю, что, конечно, сейчас такой вот режим у них очень насыщенный, поэтому я не могу сказать судить, но слыша постоянные вызовы, я думаю, что очень часто. Я почему спрашиваю, потому что ведь, если мы говорим о профессии фельдшера, то это неспокойная работа в кабинете. Ну, конечно, не посидишь, не расслабишься. Не расслабишься, всё время в движении и так далее. Наверняка кому-то эта работа и нравится, сейчас много фильмов всяких про таких лихих работников скорой помощи, хотя там тоже не без сюжета всё обходится. Ещё такой вопрос. Илья, это всё-таки мужская профессия или женская, или здесь нет уделения на принадлежности? Нет уделения. Может, конечно, показаться то, что женщина будет гораздо сложнее, но не сильно сложно. В какой степени женщины даже иногда выносливее, да? Выносливее, да, спокойнее. У вас больше на курсе вашего мальчика или девочек? Девочек. Девочек всё-таки больше. А вот ещё такой вопрос, Жанна Николаевна, к вам. Какое количество, ну, в среднем, может быть, студентов после колледжа всё-таки решает продолжить учёбу в институте, ну, то есть повысить свой, так скажем, уровень? Уровень. Да. Ну, у нас в этом году более 10 человек пошли учиться в институты медицинские. Ну, там несколько человек пошли не в медицинский, не в медицинского профиля, больше психология, кого-то это заинтересовало. Но, тем не менее, поступают в медицинские вузы целенаправленно, и это очень нас радует. В основном студенты, которые учатся хорошо, это уже проявляется у них с первого курса, мы уже видим, кто куда пойдёт, предполагаем, конечно. Поэтому четвёртый курс вот у нас выпускаются, и уже более 10 человек целенаправленно сдают ЕГЭ, ну, готовятся к ЕГЭ, чтобы сдать, и уже поступить в институт. Конечно, да. Илья, возвращаемся к вам, и Жанну Николаевну тоже, естественно, мы подключаем, опять же, к разговору о волонтёрах-медиках. У вас такая футболка, вам выдали, и выдали, значит, название, чтобы всё было красиво. Но это всё форма. А что внутреннее? Как эта работа проходила? Какие-то сложности у вас были? Сразу вам это понравилось? Или, может быть, не понравилось? Потому что говорить одно, а делать-то другое? Ну нет, как это обычно бывает, вначале страшно, ты не понимаешь, что и как делать, а потом ты включаешься в работу и начинаешь помогать, понимаешь, что тебе это необходимо для себя, для своего общения. Ну и, конечно же, ощущение помощи людям не как в кино, а когда уже как в жизни, да, произведение? Да, конечно. Вы сталкивались с какими-то вот такими моментами, когда вы понимали, что вот если бы не вы, то, ну, там, человеку было бы сложно, я не знаю, там, может принести что-то, или просто поговорить иногда нужно? Ну нет, я сталкивался со всякими ситуациями, но во всех ситуациях мы могли, в принципе, справиться и без моей помощи, вот, но, как бы, почему бы не помочь людям? Почему бы не помочь? Хорошо. Жанна Николаевна, давайте мы вернёмся к нашему вот сайту и вообще к этой системе волонтёров, в данном случае волонтёров-медиков, потому что многие наши телезрители, которые, ну, в силу разных причин не сталкивались пока с этой проблемой, но, возможно, они в этом нуждаются. Вот как сегодня работает эта схема, то есть схема помощи? Кто-то находится в одиночестве, кто-то заболел, да, кто-то, ну, какие-то проблемы. Куда может человек обратиться, тем более, что возраст разный может быть? Ну, конечно, они обращаются в поликлинику, это телефонный звонок, значит, соответственно, уже поликлиника, когда у них собрано определённое количество, да не только определённое количество, то есть вообще есть, поступила заявка от жителей, допустим, принести медикаменты. Естественно, они обращаются к волонтёрам-медикам, вот у нас, я же говорила, есть координатор, который собирает эти заявки, потом сбрасывает нам, и мы уже видим, что конкретно, да, мы можем помочь, мы рядом находимся территориально, и мы отвечаем, да, мы готовы помочь, в чём причина. И вот уже там более описывается подробную причину помощи, и всё, у нас студенты... Ну, реально я понимаю, что сейчас человек, который сталкивается с этой проблемой, да, он просто может позвонить в поликлинику и сказать, вы знаете, я вот не могу, ноги болят, не могу сходить за... Конечно, конечно. Потому что многие этого не знают. Да. Идётся ли какая-то работа по, ну, продвижению, или считается, что если сам найдёшь волонтёров, ну, найдёшь, а не найдёшь, так не найдёшь. Ну, у нас волонтёры-медики находятся и в поликлиниках. Так. Поэтому, соответственно, любой звонок, и тут же волонтёры-медики на ногах и начинают свою непосредственно уже деятельность. А как эта деятельность проходит, ну, скажем так, в расписании, если вставить, Илья, там с утра, вечер как... Вот расскажите какой-то день ваш волонтёрский. Вечером после занятий. То есть отучился и пошёл помогать людям. И сколько по времени это происходит? Ну, до закрытия поликлиники можно поранишь. Какое у тебя есть время? То есть вы прикреплены к разным, да, поликлиникам? Или к одной какой-то поликлинике вы прикреплены? К разным. Почему? То есть вас поделили просто, да, и разделили? Правильно я понимаю? Хорошо. Ещё такой вопрос к вам, Илья. Тут уже вопрос как к будущему врачу. Говорят, что человек, который, ну, идёт в медицину, неважно, хирург он или медицинский брат, медбрат, да, тоже знаменитое такое словосочетание, всё равно он работает с людьми, и он, в принципе, ничего не должен бояться. Вот мне кажется, что я бы, наверное, и дня бы не продержался бы. Ну, я разве только в канцелярии где-нибудь сидел, бумажки перекладывал. Вот насколько нужно для вас вот это ощущение готовности психологического, потому что можно столкнуться с очень такой, ну, как, жалостливой, что ли, ситуацией, а нужно через неё переступить, чтобы добиться результата? Ну, конечно, надо быть готовым ко всем ситуациям. То есть может быть ситуация, где ты просто подскажешь человеку, как ему быть в этой ситуации, а может ситуация, где ты должен как-то проявить себя, как-то помочь ему, чтобы не было каких-либо вопросов и вот всего такого. Ну, то есть очень важно, да, чтобы не было безразличия к человеку. Мне кажется, это главная проблема в любых профессиях. Но вот во врачебной, да, Жанна Николаевна, мне кажется, вы этому тоже учите. Конечно, обязательно. Главное, чтобы не было безразличия. Тем более, что говорят сейчас, что поколение год от года становится всё черствее, черствее и черствее. Это так? Ну, это всё зависит от человека. Вообще всё идёт от семьи. Мы же видим, какие приходят студенты, да. Вот, пожалуйста, Илья, наш студент. Он сразу, с первых дней, как только поступил, всё, зарегистрировался на сайте волонтёров-медиков. Сразу стал активно принимать участие. Понятно, что сначала были более простые какие-то действия со стороны волонтёров-медиков, отнести лекарства. В период пандемии он вообще у нас активно был. И в поликлиниках работал, заполнял документацию по ковиду. И точно так же носил медикаменты, продукты. То есть вообще не отказывался ни от какой работы. И куда вы ещё ходили? В Роспотребнадзор тоже заполняли документацию, помогали. То есть всё зависит от человека. Если человек отзывчив, то, соответственно, он найдёт себя вообще в профессии, особенно в медицинской. А вы какой-то командой, да, с друзьями, своими коллегами этим занимались? Или каждый на своём каком-то боевом посту? Нет, с ребятами с курса, с колледжем. Ну, то есть всё-таки, если можно так сказать, веселее было, да? Конечно, конечно. Хорошо. Илья, ещё такой вопрос. А что самое сложное вот сейчас для студентов второго курса медицинского колледжа? Какой самый сложный предмет? Самый сложный предмет? Ну, такой вот. Микробиология. А что такое? Это когда кровь берут, что ли, на исследование? Вот это микробиология называется? Что такое? Это об инфекциях, о всех заболеваниях. А, ну это как бы главное. Это да. Поэтому и сложное. Вы понимаете, что вы сейчас можете, все молодые студенты, врачи, это же будущее, которые будут бороться уже, пандемию к тому времени уже вылечат. Я надеюсь, что мы доживём до того момента. Мы тоже надеемся, да. Когда я прям вижу, как на... Я уж не буду, не знаю, как там будет происходить, будут снимать эти, значит, маски, и говорить, что всё, теперь можно ходить, обниматься и целоваться. Жанна Николаевна, а вот вы можете прикинуть, что вот этот дальше не пойдёт, потому что, ну, не дано ему? Ну, то есть, вот будет фельдшером там, например, или, я не знаю, там, медбратом, но дальше не пойдёт. То есть нет у него перспектив. Чувствуете это у своих студентов? Ну, есть, конечно, студенты, но я считаю, что фельдшер... Хороший медбрат, да? Хороший медбрат, да. Хороший медбрат, да. Каждый должен хорошо выполнять свою работу на любом рабочем месте. Неважно, есть у тебя высшее образование, есть у тебя среднее специально. Главное – качественно, вовремя оказать ту услугу, на которую ты уж пошёл работать. Поэтому есть студенты, которые действительно целенаправленно идут работать, заканчивая колледж, не собираясь поступать, получать высшее образование. Мы вообще со студентами всё время у нас контакт налажен, потому что после окончания колледжа мы собираем данные по трудоустройству студентов. Естественно, да, положено. Но и всё равно уж мы отслеживаем, видим, куда пошли наши студенты. Конечно, конечно. Илья, скажите, а может быть, остались у вас какие-то тёплые связи с какими-то людьми, которым вы помогали, которые, может быть, вам что-то хорошего сказали? Не только по телевизору, когда ролики рекламные записывают, а вот так вот в личном плане. Да, конечно, остались. Все, к кому я приходил, все хорошим словом вызываются. Все по-доброму со мной постоянно. Все рады, счастливы. Ну, то есть вы проверили себя, что, в принципе, да? То есть ведь мы же понимаем, что когда человек попадает, не приди, Господи, на койку, там много разных врачей, да, Жанна Николаевна? Конечно, да. С одним врачом хочется общаться, а другого хочется отвернуться. Ну, да. Что бы вы пожелали сегодня, а, всем пациентам, б, вашим студентам и в, волонтёрам-медикам? Вот такое вот огромное пожелание. Да, большое пожелание. Ну, конечно, прививаться, привакцинироваться – это самое важное. И студентам, которые старше 18 лет, а у нас есть студенты, которые вакцинировались, у нас все преподаватели вакцинированы, ну, и, конечно, жителям вакцинироваться, вакцинироваться, ещё раз вакцинироваться. То есть это сейчас главная проблема? Это сейчас главная проблема. Всё остальное решим потом. А всё остальное, да. Понятно. Жанна Николаевна Анисифорова, директор Альберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа номер 2. И Илья Яровенко, студент второго курса факультета лечебного дела. Ну и в первой части, напомню, что у нас была в гостях Дарья Малафейкина, студентка четвёртого курса этого же лечебного дела. Ну и, конечно же, оба студента, студенты и студентка, вернее, волонтёры, медики. Большое вам спасибо, удачи. Ждём от вас качественный персонал. Спасибо. Вам удачи, профессионально, Илья, в том числе. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова